Наружу изнутри 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 туда, где рекомендовали родители или по стопам родители, то есть вот такая династия была, то, в принципе, сейчас уже с этим делом, так сказать, в общем-то проще. Сейчас есть психологи, которые тестируют, которые могут направить. И сейчас, в принципе, мне кажется, уже каждый подросток, который оканчивает школу, он уже знает, что он хочет. Вы говорили, что работаете с подростками. Часто эта тема поднимается? Вы знаете, в последнее время – да. Да, потому что ко мне приходят уже ребята с 16-17 лет, когда они выбирают свое направление, но они всегда поддерживают родители. То есть там идет совместная работа, то есть я диагностирую подростков, смотрим направление, разговариваю, и после мы уже сообща начинаем приходить к общему знаменателю, потому что это очень важно – найти именно сразу свой путь. Потому что я сама пошла также по своей династии, да, как все мои родные, старшие поколения, да. Я пошла в торговлю, только потому что, ну, так надо. Тоже не сразу нашли себя? Нет, нет, нет. В 90-х годах я, в принципе, шла только потому, что все мои родные были в торговле. Я думала, что это самая престижная работа техникум советской торговли, это прям казалось. А как вообще помочь этим людям? Например, представьте, что зрители – это наш клиент, и проведем маленький такой сеанс. Как бы вы помогли? Что бы вы сказали? Ну, вы знаете, я бы хотела обратить внимание, если при выборе профессии обязательно посмотрите, что вы делаете лучше всего, что вам нравится, ваши хобби – это прям очень важно. Конечно, когда мы занимаемся любимым делом, у нас лучше всего это получается, и когда вы будете еще получать за это дивиденды, да, то есть вот денежное вознаграждение, ну, это будет, то есть супер. То есть иметь денежное вознаграждение и иметь успех в своем деле – это то, что, допустим, стремится каждый взрослый человек. А нет ли у психологов сейчас тенденции выхода в интернет? Кажется, людям, которым нужна конституция, наверное, это удобнее? Это же… Да, вы знаете, например, я работаю онлайн, дистанционно, это не проблема, и большей частью, да, когда у нас было время локдауна, да, это прям очень сильно помогло, потому что было даже больше, наверное, обращений, чем до пандемии. Оффлайн вы тоже работали? Оффлайн обязательно, да, у меня свой кабинет, я занимаюсь частной практикой, и также консультирую онлайн, масштаб очень большой, то есть не только в Казахстане, но и по всему миру. А если смотреть на результаты, как лучше онлайн или оффлайн? Вы знаете… Больше можно помочь? Это уже, наверное, индивидуально, кто как. Так, если есть такие вот кинестетики, к которым нужно прийти, потрогать, ощутить, да, то, в принципе, конечно, оффлайн. А есть люди, которым и дистанционно удобно. У меня прям клиенты говорят, я онлайн не могу, мне бы хотелось прийти вот прям с вами вживую пообщаться и говорить, пожалуйста. Какой для вас клиент самый сложный, какой самый простой? Бывало ли, что совсем не получалось достичь желаемого? Ну, вы знаете, опять-таки, да, наверное, нет прям таких особо легких или особо сложных. И если вот именно тот клиент, который готов идти, да, идти в терапию, идти в трансформацию, меняться, то, конечно, с ним как-то не то, что легче, наверное, но, наверное, быстрее приходишь к результату. А когда говорят, что пришел, потому что, ну, мне там жена сказала, да, или мне муж сказал, иди вообще к психологу, да. А человек сам не верит, что ему помогут? То есть, когда он не готов, я почему всегда акцентирую внимание, не записывайте ко мне, там, братья, сестер, да, пусть они пишут сами ко мне, потому что это первый шаг и идет уже в терапию. Когда человек сам пишет, когда он назначает, когда он это все оплачивает, это уже готовность к тому, что человек будет двигаться и меняться. То есть, если человек сам не дает себя помочь, то ему никто не сможет? Бесполезно. Это то же самое, как прийти на тренировку, да, и сказать тренеру, я вот хочу такую тонкую талию, и тренер будет показывать, да, все упражнения, да, мы будем стоять и смотреть, а у тренера будет такая талия хорошая. А у вас были сеансы с энергиевампирами? Допустим, было такое, что после сеанса вы чувствовали себя опустошенной? Вы знаете, ну, энергиевампирами? Ну, наверное, нет. Единственное, конечно, у меня было два случая, это было сутерия родных и близких, потому что это сложные были моменты, трагедия была, когда погибла вся семья и остался один человек. Вот. Тогда, конечно, да, я не скажу, что это была опустошенность, но вот прям было сложно и тяжело. А так, в принципе, у каждого психолога есть свои профессиональные защиты, да, и поэтому мы всегда улыбаемся. А не поделитесь? Ну, как сказать, это, наверное, мое личное, да, у каждого свое. Для меня очень важно прийти после приема, допустим, умыться или принять душ, да, допустим. Кто-то… Есть такая защита, да, когда мы ставим такую стеклянную стену, да, то есть, в общем-то, кто-то не боится эмоций, наоборот, сопереживает, и ему хорошо, да, то есть, ну, это все так вот прям, нет такого, да, каждый берет то, что ему удобно. Я не могу ставить стеклянную стену, но я могу сопереживать, но для меня душ в помощи. А когда вы учились, например, этому учили, как себя не потерять в этой профессии после месяца с их эмоциями? А вы знаете, наверное, в институте такого не давали, что очень жаль, нам даже не рассказывали, как присесть, как поговорить, как начать консультацию, да, в какой позиции вы должны были, какие там, допустим, моменты, там, то есть, вот прям вот так вот алгоритма конкретного никогда не было, что очень жаль, мы проходили там историю психологии, конечно, очень много методик проходили, но вот так, как вот приходит клиент, живой клиент, а что с ним делать, да, это уже потом… То есть, с опытом, да, пришло? Да, это пришло с опытом, это с заполнительными знаниями, обучениями, потому что хотела обратить внимание, что психологи – это та профессия, как и врачи, как и педагоги, которые обучаются всю жизнь, да. А если об алгоритме, как вы сами работаете, у вас какой принцип работы? Принцип работы у меня самый, да, важный – это не навреди, да, потому что не усугубить ту ситуацию, которая есть, да, ну, естественно, я провожу в виде терапии, да, и также провожу трансформационно-психологические игры, в которых, кстати, люди заходят как-то с легкостью, а одна игра, она заменяет две-три консультации психолога. И когда они приходят, ну, это же игра, это вот они, вот, как сказать, на чиле, на расслабоне, так, как говорят подростки, они заходят расслаблены, и уже в процессе игры они начинают понимать, они видят свою ситуацию жизненную сверху, они начинают понимать, ага, где так было что-то, а как можно сделать, да. Я, то есть, не даю волшебную таблетку, чтобы выпили, и она вышла, и мне так, боже, как хорошо. Нет, я говорю, я сам рождаю, да. То есть, я беру так вот, как фонарик, да, и посвечиваю все вот эти вот темные углы, да, а куда идти, у меня клиент выбирает сам. Я не хочу быть костылем у своих клиентов, чтобы при любой непонятной ситуации, да, они бежали ко мне. Для меня важно, чтобы клиент сам мог найти, да, выход, чтобы он научился брать на себя ответственность, да, за свою жизнь, а не бежать там, допустим, каждый раз к психологу, это просто будет, ну, маркетинговый ход. А эту методику вы сами разработали? Трансформационные игры? Нет, 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 конечно же нет, и я даже не создавала ни одну игру, я провожу уже готовые игры, но хочу сказать, что я одна из первых привезла ее в семей, да, когда меня не понимали, вы со степенью магистра, это же гадание. Я говорю, нет, это не гадание, это правда суперская методика, это помогает. Знание психологии и поведения людей помогает вам в жизни, например, в каких-то ситуациях, когда люди ведут себя по-хамски, в семье или просто в общественном месте? Конечно, конечно, мы уже понимаем причинно-следственную связь и на некоторые, например, выпады, например, окружение там или еще что, уже смотришь по-другому, уже понимаешь, да, откуда, ну да, хорошо. Снисходительные. Да, да. Снисходительные. Снисходительные, понимаешь, что что-то, значит, недостаточно, да, или там, если, например, кричат где-то так в подъезде, да, может, соседка там возмущается, просто подойдет и говорит, как у вас дела, как у вас здоровье? Снисходительные. И она чувствует интерес, да, что прям так, ой, да знаешь, там, хорошо, там, тусик, да вы что, а что случилось там? Она говорит, да, вот ты понимаешь, и уже вот этот вот, да, прям вот эта вот, прям энергия такая негативная, она уже сходит. Я всегда говорю, дайте человеку то, в чем он нуждается, да, и вы всегда получите, допустим, обмен, да, вы получите именно то добро, которое вы хотели получить. Люди всегда задавались вопросом, как правильно жить? Есть ли вообще правильный ответ на этот вопрос? Вы знаете, для меня правильно жить, да, это когда не зависеть от мнения окружающих, да, уметь говорить «нет», да, когда при выборе какой-то, допустим, ситуации, да, выбираешь себя, когда не предаешь себя, когда спрашиваешь себя, а тебе это хочется или не хочется, тебе это в конце концов нравится или не нравится, да, быть неудобной, возможно, для окружения, да, но вот счастливой, гармоничной само собой. Вот для меня вот это, наверное, я не могу сказать, я никогда не говорю, правильно или неправильно, я говорю, нравится мне или не нравится, потому что правильно, неправильно, это опять такие, такая оценочная ситуация. Допустим, если вы живете по вот этим вот правилам, можно сказать, вы не портите этим отношения с людьми? Вы знаете, те люди, которые это не принимают, но они потихонечку, ну, как-то вот прямо отваливаются, да, и я… Это даже к лучшему, да? Да, и я все такое говорю, ну, значит, так надо. Как вы думаете, какие у нас в наше время болячки вообще у людей? Болячки? Какие-то наболевшие темы. Наболевшие темы, ну, если это брать в семейной терапии, да, то это неумение разговаривать, неумение слышать, да, когда вроде бы в одной семье и говорят на одном языке, но они друг друга не слышат. Вот тогда я так выступаю, как говорится, переводчиком, да, с русского на русский, да, ну, грубо говоря. И тут, когда очень часто приходят девушки, женщины, да, с таким закореневым синдромом хорошей девочки или синдромом отличницы, да, это когда я хочу быть везде на пять, вот тут прямо часто такое встречается. С уверенностью бывает очень мало, нет, даже наоборот, наоборот, больше, наверное, мало уверенности. Ага. Проблема с этим такая, да? Да, потому что вроде бы понимают, знают, что хотят, но нет того, да, прям, чтобы пойти и сделать. Некоторые приходят и говорят, я пришла за вашим волшебным пензелем. Угу. Прям вот с такими запросами. Угу. Замечаете ли вы в своей практике конфликт поколений, когда одни накладывают на других требования рода, например, призыв рожать, жениться, состояться, обеспечивать и все это, например. Да. А если человек не хочет? Да. Как-то хочет по-другому жить, может быть, он вообще не хочет жениться, не хочет детей, хочет путешествовать. Как тогда? Вы знаете, кстати, да, вот прям хороший вопрос. Очень часто прямо задаются этим вопросом. Приходят ко мне, конечно, молодежь и говорят, что вот мне навязывают, я не хочу. И вот тут я и говорю, помните, говорили правильно, неправильно, а как бы тебе хотелось? А вы же можете об этом сказать, да? То есть наша ментальность такая, да, что вот, допустим, должны закончить, окончить институт, выйти замуж, нарожать детей, сидеть дома. Как-то алгоритм правильной жизни. Да. Вот у них вот такое стоит и нашего более взрослого поколения, и они пытаются в эти рамки загнать. Я у взрослого поколения всегда, вот, например, говорю, да, у меня был такой овашка взрослая, он говорит, нет, так же не положено, так же это, ваша вот эта современность мне не нравится, хорошо, а почему вы тогда пользуетесь мобильным телефоном? Вы же можете сидеть на стационарном, вы же сейчас ездите на хорошей такой машине, но вы же не ездите на «Жигулишоха», да, который в ваше время казалось такое, ну, актуальное, да, вы, допустим, курили уже такие сигареты, там, как вот, «Мальбор», там, ну, не курили, там, «Беломорканал», вы уже это не курите, то есть вы не ходите в лаптях, грубо говоря, да, вы ходите в удобное. То есть это от современности вы берете. А то, что вот, допустим, да, ценности, вы пытаетесь их оттуда нести, они уже не работают. И я всегда говорю, да, они не актуальны, поэтому говорю молодежи, говорю, просто поблагодарите за то, потому что то, когда та ценность, она помогла выжить вашим родителям, вашему роду, и вы сейчас здесь такая довольная и счастливая. Ну, допустим, этот выбор сделан в свою сторону, в свою пользу. Как вообще сохранить хорошее отношение с родителями, если они не хотят вступать в диалог, не хотят понимать вас? Вы знаете, я всегда говорю, иногда очень многие пытаются учить родителей. Я всегда говорю, не путайте грядки. Да, то есть это есть такая иерархия, вот наши родители, вот мы. Не нужно умничать, да, и давать что-то родителям. Что мы с этой позиции можем дать? Мы можем дать только любовь и уважение. И когда мы будем говорить, да, пап, спасибо тебе за моё счастливое детство, да, или мам, да, я понимаю, тебе так было сложно там работать, нас всех воспитывать, то у меня такая молодец, я тебя люблю. Да, то есть вот это всё, оно даёт вот именно то взаимопонимание, потому что наше старшее поколение, они чаще всего недолюблены, недобаюканы, и мы можем дать им это. Иллюзия ли это, что раньше, лет 50 назад примерно, людям не нужны были вот эти вот сеансы психолога, почему это актуально прямо сейчас? Ну, раньше, потому что об этом, наверное, и не задумывались, да, и когда говорят, вот мы жили же без психологов и ничего же, нормальные, я всегда смеюсь, я, честно сказать, я улыбаюсь, я думаю, ну, кто бы сказал, что вы нормальные, да, то есть, ну, на этом, наверное, не обращали на это внимания, да, то есть вот это не так было ценно. Тогда была совсем другая, да, политика, когда нужно было просто накормить, а дети дать образование, да. Тогда было вот важно, это базовое, особенно это послевоенное время, да, когда начали рожать. Ну, знаете, вообще диагнозы ставят только психотерапевты, а психологи диагнозы не ставят, вот этим мы и отличаемся, почему часто говорят, да, ты что, больной ходишь к психологу, да, ну, это же тоже такие, да, стереотипы. Я говорю, я работаю со здоровыми людьми, ну, очень такое модное слово сейчас для многих, да, стало, да, я в депрессии, я там в печали, да, чаще всего они даже сами приходят, говорят, я в депрессии. Оно, когда начинаешь общаться, разговаривать, вникать в суть проблемы, по сути-то, в чем вообще чаще всего проблема в том, что обесценивают ихние переживания. Угу. Когда ошибка многих взрослых, когда они говорят, ой, да ладно, ничего страшного, они же думают, что это поддержали, да все нормально, да все падет, а на самом деле обесценили. Угу. Так, когда вот девочка говорит, мамы ругают, почему ты так поздно пришла там, я тебя жду, она говорит, мам, знаешь, у меня на колготках стрелка пошла, я пока вот так вот весь обошла двор, там стояли наши старшеклассники, там мальчик, который ей нравится, он говорит, фу, ну нашла проблему. Угу. Да, то есть для девочки это все, да, это ее мир, это ее переживания. Мама обесценила эти все переживания, что лимит доверия – потеря. Угу. И поэтому наши подростки чаще считают, что их не слышат и не понимают, потому что есть многие люди, которые находятся постоянно в состоянии общего стресса, да, и они на это не обращают внимания, да, ставить себе на второй план, ой, ну сейчас не до себя, да, это вот прям про не передавать себя и про любовь к себе, когда мы заботимся о своем не только физическом здоровье, да, но и таком духовном. Угу. Как считаете, депрессия полностью лечится или она все равно как-то хронически где-то остается? Ну конечно. Можно нет? Да, это все прорабатывается, это все отрабатывается. Где-то даже если психиатр, психиатрия, то у них даже есть медикаментозное, допустим, включение, что мы себе такого не позволяем. в психологии. А тема религии, например, как вы думаете, почему людям вообще нужна вера, велигия? Ну, вера, наверное, всегда помогает нам держаться на поверхности, да, и верить в то самое светлое будущее. Это когда нет человека, который скажет, слушай, я здесь, я рядом, я тебе помогу, да, и тогда, наверное, вера – это прям самое лучшее. То есть это положительно влияет на людей? Для меня, да. Напоследок общий вопрос. Что значит быть внутренне свободным и гармоничным человеком? Ну вот, свободное и гармоничное – это когда ты умеешь жить здесь и сейчас. Для меня, наверное, так. Когда мы не тащим с прошлого этот чемодан без ручки и не переживаем за будущее, которое не наступило, нет страха за будущее. А когда мы наслаждаемся каждый день. Вот я проснулась, я вот увидела, ко мне пришел клиент, боже, да, то есть вот прям классно. Я просто говорю, у меня вообще самая прекрасная профессия, я каждый день знакомлюсь с новыми людьми. Да, я узнаю их внутренний мир, я вот как-то интересуюсь. У нас в городе, кстати, очень много интересных людей. Вот. И когда мы умеем радоваться жизни здесь и сейчас, для меня гармония и свобода. Вы в своей профессии уже сколько лет? Ну, получается 16. Чаще всего бывает такое, что люди считают, что психологам быть легко, чтобы поступить вот на него. А как вы считаете? Вы знаете, я думаю, что не так легко. И если вы идете в профессию для того, чтобы разобраться в себе, я бы рекомендовала вам, наверное, пройти просто терапию психолога, чтобы не тратить свое время, жизнь на изучение того, чего, в общем-то, не хочется. А кто идет именно в профессию, вы должны понимать, что мы работаем во благо, мы работаем с людьми, и вы должны понимать, что мы будем учиться и обучаться, ну, каждый день. Каждый, каждый божий день, и что это не самое, наверное, дешевое образование. Вот. Спасибо большое. Не считаю, что это легко. То есть это было очень полезно, и надеюсь, что людям тоже понадобится ваш совет. Спасибо. Да, взрослые – это те же дети, только с большими возможностями. И счастлив тот человек, который может этого ребенка выпустить наружу, при этом оставаясь ответственным и надежным. Желаю вам успешной карьеры и верных решений. С вами была Ахвата Кабимулаева, увидимся на следующей неделе. Субтитры сделал DimaTorzok